В эфире новости в студии тела радиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте! Коротко о некоторых темах выпуска. Социальное соглашение в действии. Компания «Газпромнефть» возводит в городах и поселках Ямала многофункциональные спортивные учреждения. Они часто становятся виновниками пожаров. Сотрудники отдела надзорной деятельности проводят профилактические беседы с людьми, ведущими антисоциальный образ жизни. 30 тысяч рублей аферистам в Муравленко вновь зарегистрирован в случае телефонного мошенничества. «Газпромнефть» уделяет большое внимание развитию массового спорта. За счет средств компании в рамках социально-экономического соглашения в городах и поселках Ямала возводятся многофункциональные площадки и комплексы. В 2010 году Муравленко был сдан в эксплуатацию каркасно-тентовый спортзал «Зенит». Следующий на очереди поселок Ханемей. На какой стадии строительства находится этот объект и насколько востребованным он будет среди ханемейцев, расскажет Анна Карамаврова. Пока это только пустое и холодное помещение, но совсем скоро в спортивный комплекс вдохнут жизнь. Строительные работы здесь планируют завершить уже в декабре. Сейчас у нас осталось внутреннее утепление и внутренний тент. То есть это еще займет 10 дней. После этого можно в принципе уже начинать завозить сюда оборудование, стелить покрытие и готовиться к пуску. Глядя со стороны, трудно представить, что спортзал «Зенит» вместит в себя два этажа. Здесь будут заниматься футболом, баскетболом и гандболом. Под куполом разместится и тренажерный зал. В этом комплексе три этапа строительства. Первое – это земляные работы плюс нулевой цикл. Это самый тяжелый процесс, потому что здесь бетонные работы. 160 кубов бетона надо было принять, залить. И после этого, когда бетон набрал прочность, можно монтировать каркасную конструкцию. Каркас мы смонтировали в принципе уже за 10 дней. Идея возведения спортивного купола принадлежит зарубежным странам. Это своеобразный результат сотрудничества бельгийско-голландских ученых. Кстати, такие спортзалы в Европе и Азии не считаются новшеством. Но для того, чтобы приблизить заморскую диковинку к северным стандартам, новые спортзалы оснащают дополнительным утеплением внутри самого каркаса. Зимой при температуре минус 40 градусов внутри помещения плюс 25. Наше население очень нуждается. У нас в данном случае тот спортзал, который существует, недостаточен, потому что есть желание у нашего населения заниматься и днем, и вечером, и для взрослого, и для детей. Заниматься спортом. А тот спортзал, который существует, не вмещает всех желающих. Капитальное здание спортивной школы находится рядом со строящимся спорткомплексом. Пока «Зенит» не открыли, ребята продолжают посещать прежние учреждения. Многие жители поселка уже наслышаны о Муравленковском аналоге спортзала. Поэтому ждут открытия комплекса с двойным нетерпением. Первыми спортзал Еврообразца построили у нас, Муравленко. Опыт повторили в Ханемее, в Ингапуре, а впоследствии и в других городах Ямала. И вот три главных преимущества нового спорткомплекса. Это малобюджетность проекта, скорость постройки и качество сооружения. Гарантия спортивного комплекса 15 лет. Правда, голландские представители уверяют, на их родине купола живут и более 20 лет. Как пройдут проверку северными морозами зарубежные новшества, покажет время. Но уже сегодня жители поселка Ханемей считают дни до открытия долгожданного спортзала. Анна Карамаврова, Владислав Дроботов, Михаил Муштареев, телерадиокомпания, Муравленко ТВ. В Муравленко произошел очередной случай телефонного мошенничества. Аферисты воспользовались одной из самых распространенных схем обмана. Жителю города на мобильный телефон пришло сообщение о том, что его банковская карта заблокирована. Тогда он связался с авторами СМС. Злоумышленники представились работниками банка и предложили потерпевшему продиктовать им номер и персональный код банковской карты. Затем преступники сняли с зарплатной карточки потерпевшего 30 тысяч рублей. По факту мошенничества полицейские проводят проверку. Хотелось бы обратиться к жителям города Муравленко. У нас участились в последнее время случаи телефонного мошенничества. Граждан попросим быть более бдительны. Во всех случаях, если приходит СМС-сообщение на их телефоны, звонки поступают, обращаться в дежурную часть отдела внутренних дел города Муравленко. Или обращаться по телефону 21059. Профилактическая операция «Жилье» продолжается. Сотрудники противопожарных служб города активизировали работу с населением. Под особым контролем дома 4-й и 5-й степени огнестойкости – это здание деревянного исполнения. Пристальное внимание уделяется и жильцам таких домов, ведущим антисоциальный образ жизни. На этой неделе специалисты отдела надзорной деятельности провели рейд по общежитиям и домам города. В мероприятии участвовала и наша съемочная группа. Рассказывает Надежда Деминова. Информацию о квартирах, где проживают люди, ведущие антисоциальный образ жизни, сотрудники пожарного надзора запрашивают в городском отделе МВД. Часто именно такие граждане становятся виновниками пожара в жилищном фонде. Первым в списке адресов профилактического рейда стал дом по улице Молодежной. Проверку соблюдения норм противопожарной безопасности здесь проводят не в первый раз. Этим вечером хозяина неблагополучной квартиры дома не оказалась. А в доме по улице Ленина хозяйка была в квартире. Вот только открывать дверь сотрудникам пожарного надзора отказалась. Соседи говорят, женщина проживает здесь уже более 10 лет. Но в последнее время соседство с ней их вовсе не радует. С 93-го года живем вместе. Мы заехали где-то через полгода. Она раньше не была такой. В доме по улице Нефтяников другая ситуация. Здесь неблагополучных соседей жильцы не видели давно. И этот факт их совсем не огорчает. Пьянство же нет. Они? Да. Когда были? Да, пьянство же. Да, что-то не видно. Зато хозяин последней квартиры, которую посетили в ходе рейда, оказался дома. Мало того, его товарищ даже открыл дверь. Вот только в гости они ждали, скорее всего, не сотрудника пожарного надзора. Пьянство? Дома никто не купил. Пьянство? Знаете, как или... Вы пивали вчера? Ну, вчера, судя по лесу, сегодня пили, да? Данные граждане, как изначально, они уже состоят на учете. То есть, с ними постоянно проводятся беседы, профилактическая работа, что немаловажно. То есть, с ними разъясняется, что так, как маленьким детям с такими гражданами, иначе с ними нельзя. То есть, что такое хорошо, что такое плохо, мы объясняем. Как мы, так и сотрудники полиции, мы это объясняем. Если данные граждане, то есть, нарушают правила пожарной безопасности, либо шумят уже, как бы, ну, если буянно шумят, уже полиция привлекает, это уже их юрисдикция, так сказать. Мы, со своей стороны, привлекаем к административной ответственности в виде предупреждения, либо в виде штрафа. Штраф у нас колеблется на граждан от полутора до двух тысяч рублей. По словам специалистов, профилактические беседы с такими людьми – жизненная необходимость. Как показывает практика, зачастую они даже не знают, как вызвать огнеборцев в случае возгорания. На сегодняшний день на учете в городском отделе полиции состоит около двухсот горожан, ведущих антисоциальный образ жизни. За время проведения операции «Жилье» сотрудники отдела надзорной деятельности стараются посетить, пусть не каждого, но большинство из них. Они надеются, пропаганда противопожарной безопасности сегодня позволит сохранить жизни и имущество горожан в последующем. Надежда Дюмина, Владимир Федоров, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». На сегодня это все новости. Далее вас ждет прогноз погоды, после которого в эфир выйдут пресс-конференции о кадровом резерве городской администрации и специальный репортаж расследования нашего журналиста Оксаны Гетерман о непростой судьбе одного из жителей «Муравленко». А я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам приятных выходных дней. Не переключайтесь, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Вклад «Ракета». До 12% годовых. Лучшие условия по вкладам в Старбанке. ЗАО Старбанк